Это ложечка за маму. У нас сегодня максимальный энергетический завтрак, потому что у нас цветы со вкусом электричества, а также есть газ. Женя его спрятал. Женя, доброе утро. Где газ? Доброе утро. Главное, чтобы у нас не села батарейка сегодня, особенно у меня, и я начал понимать, почему эти цветы называются электрическими. Жень, ну покажи, а то я объявила всем, что есть газ, а газа-то нет. Есть. Газ есть, друзья. Самое главное, что в нашей студии есть огнетушитель. Привет пресекторю МЧС Виталию Новицкому. Газ и огнетушитель. Вместе веселее. Вместе веселее. Что мы сегодня готовим, Евгений? Сегодня мы приготовим салат из яичной лапши с лососем. Вот для этого мы сейчас приготовим вместе с вами салатный микс. Заправку мы будем готовить на основе горчицы, соевого соуса и добавим мед. Прекрасно. Что мы будем делать с электрическими цветами? Электрические цветы мы посыпем. Они усилят вкус. И используют с бузом для декора. У тебя уже усилился вкус? Когда-то в моем детстве была такая конфета-кислота. Такое чувство, что я съел килограмм. Так, ну что, Жень, говори, с чего начнем? Начнем с того, что Юра подготовит базу для нашего салата. Итак, база. Берем немножечко лапши. Жень, расскажи нам, что за лапша яичная. Яичная лапша, да. В магазинах можете найти непосредственно как яичная лапша. Это та самая лапша, которую мы ели в студенчестве, по сути? Она подойдет? Она слишком быстро приготовляется. А, видишь, а это такая немножко аль денте. Да, это мы готовим сами, но дома тоже хозяйка может приготовить. Если есть очень много времени на завтрак, то можете сами сделать. Я, кстати, делаю сама лапшу, правда. Только не утром, а с вечера. У меня есть машинка специальная. Итальянская такая, да? Слушайте, ну, получается, нам надо взять лапшу не быстрого приготовления, а просто в пакетах яичную лапшу. Отворить чуть-чуть, все. Отворить, охладить. Немножко добавили. Поехали дальше. Добавляем овощи. Это у нас будет... Черри мы режем? Черри режем, да. Давай я порежу. Я правильно нож взвожу? Да, в правой руке. Добавляем салатный горох. Ой, как пахнет. Да, так пахнет моя мама. Слушай, помнишь, мы в прошлый раз обсуждали, что когда у нас есть вот такие всякие необычные виды салатов, то всегда можно их заменить. Хотя, честно скажу, сразу же после нашего последнего эфира, где мы использовали салатный горох, я его увидела в магазине. Вот. Он, конечно, не самый дешевый, но, в принципе, если очень захотеть... А мы вегетки оставляем? Нет, все... Все туда. Все туда, хорошо. Вот. Ну, в принципе, Жень, если, допустим, мы решим, что нам нужна рукола... Столько хватит салатного гороха, Ильич? Без проблем. Да, если решим рукола, рукола. Добавляем редис. Евгений, что вы делаете? Что вы делаете? С нами. Просто. Когда в нашей студии появятся настоящие продукты? Свекла, горох. Нормальный. Нормальный продукт. Сразу сейчас у нас спрашивают люди, где вы взяли, где вы добыли вот это вот все. А мы говорим, есть на рынке, а можно вырастить самим. Но это если сильно заморочится, да, Жень? Ну, можно вырастить самим, да, опять же, сейчас есть профессионалы, которые все-таки... За нас и делают. Которые все за нас и сделают, и это будет намного быстрее, выгонее и так далее. Ань, весной запахло. Да, однозначно. Бабушкиной грядкой. Ой, детство. Так, Жень, ну мы справились уже частично, что еще? Авокадо? Добавляем туда авокадо, чистим, режем. Работает профессионально. И мой любимый вопрос, как найти идеальный авокадо? По прикосновению. Да? Да? Идеальный авокадо, авокадо, который запатентован в Калифорнии, то есть он фиолетового цвета. Правда? Да, и поэтому в магазине вы можете встретить. Ничего себе. Если в магазине вы видите твердое авокадо, спокойно доспевайте у себя в фольгу, в теплое место, на подоконничек положили. Есть еще у сушистов, есть такая фишка, они еще в мешок с рисом пах, и он там доспевает. А ты что? Вот, поэтому, конечно. Не выбрасывайте зеленый авокадо. Я в холодильнике пытался сделать хоть как-нибудь, чтобы он доспел, но он не доспел. В холодильнике без шансов. Без шансов. Фишка салата, это будет яичная лапша с добавлением, и плюс мы сделаем хорошую заправку. Овощи, опять же, я подбирал, исходя из того, что сочетается с основным продуктом. Слушайте, ну давайте для наших телезрителей, так как мы все любим лосось, потому что в лососе много белка, в лососе все очень полезно, и лосось это дорого и красиво, и мы можем себе это позволить. Что сочетается с лососем? Вот авокадо сочетается, да? Авокадо сочетается. Мы готовим на сковороде, когда мы морепродукты готовим, они приклеиваются иногда, когда мы лопаткой их пытаемся, рисунок некрасивый. Отодрать, так сказать, от сковородки. Как правило, морепродукты мы готовим либо с цитрусовыми, либо с белым вином, шампанским. Перед тем, как переворачивать, мы добавляем небольшое количество. Ай, как красиво! Лимонного сока, а сок лаймы. Лайма, либо там белое вино мы будем использовать. А вы тоже белое вино можете так красиво по ножу спустить? Ну, это после шампанского. О, как красиво, конечно. Слушайте, классный фхак с ножом, Жень, что он дает? Просто более ровное распределение. Точечное, да. Класс. И рисунок у нас не испортился. Не испортился, да. Сколько минут мы жарим с каждой стороны? Ну, тут все зависит от толщины нашего куска, но я думаю, что не больше двух минут с каждой стороны. Главное, чтобы он остался сочным. Наша задача сейчас приготовить заправку, добавить сюда грейпфрут. Прямо сюда в салат добавляем грейпфрут? Он у нас уже, обратите внимание, почищен от пленочек. Чтобы не горсило. Очищен. Жень, весь грейпфрут? Да, да. Готовим заправку, для этого нам необходим мед. Да. Жидкий, да? Слушай, Жень, расскажи лайфхак, как из твердого меда сделать жидкий. Комнатная температура, перемешивай. Ну как, просто в микроволновку засунул и все. Так, у нас было тут буквально две чайных ложки меда. Один к одному, да. И две чайных ложки горчицы. Горчица обычная? Французская горчица. Французская горчица. Французская. Ну, еще есть такая, можно покрупнее брать. Дижонскую какую-нибудь? Да, шариками. Шариками она будет очень хорошо. Так, перемешали. В нашем салате. И, как мы заказали в службе доставки, мне, пожалуйста, один соевый соус. Пожалуйста, кормите. Так, соевый соус. Да? Я всегда беру два соевых соуса, мне мало. Есть? Достаточно. Добавим немного красной горчицы. Да. О-о-о. Ух ты, красота. Прямо заправку. Прямо сюда. Жень, если у нас нет красной горчицы, опять же, лайфхак. Не добавляем красной горчицы, договорились. Все очень просто, смотрите, у нас гениальный шеф-повар. Есть у вас горох, добавляем. Нету? Не добавляем. Мне кажется, наш зритель сейчас смотрит и думает, дурят же, дурят. Запахи не передаются, просто траву какую-то добавляются. И говорят, это свекла, это горох. А это просто трава у дома, да? А это трава у дома. Для котов, которые выращиваются. Для котов и для группы землян. Смотри, еще заправку. О-о-о. Я так понимаю, мне надо сейчас красиво прицельненько в центр. Серединочку, да-да-да. Женя, а если я тебя подведу сейчас? Все. Анна, мы в тебя верим. Говорит, все тогда. Выступает чемпионка Белоруссии по художественному... Выкладыванию. Выкладыванию салата. Ага. Есть? Есть. Чемпионка своей квартиры. Так. Есть. Пожалуйста. Все, все, все. Так. Ланин Судья по ту сторону экрана сейчас ставит 10, 10, 10. Что у нас еще происходит? А что за лист мы добавили сверху? Шиса. Шиса? Это японская мята. Можно заменить обычной мятой. Ребята, честно, пробовала, жевала. Разницы особой... И вот пришел тот самый момент, да? Да, будем... Лосось уже готов. Чтобы зрителям было хорошо видно, пожалуйста. Будем опаливать горелкой. По-японски это называется татаки. Опаливать. А вы просто разведите костер на балконе и... Такой момент есть. Еще мы сейчас перевернем. Так. И доставаем огнетушечку. Да. Так, я подготовлюсь. Есть у меня и сахар с добавлением апельсинового перца. Что такое апельсиновый перец? Цедра апельсина. Апельсина? Высушенная. Высушенная, перебита вместе с черным перцем. перцем и сахаром это вот мы посыпем сейчас у нас сейчас получится карамель верно корочка как интересно женя ну как это сделать домашних условиях просто дать пожарить мне у меня такая корочка образуется все время всех продуктов которые я жарю так выкладываем все все хорошо можно убирать выкладываем и украшаем боже какой запах это хора мы будем использовать электрические цветы твои любимые имбирь маринованный имбирь высушенный просто нос в сушилке ну да просто имбирь из моего холодильника которые я не съел да а ты хотел выбрасывать зачем цветы 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 это жжение не может быть он как джентльмин всегда приходится с видами и с травой салат готов салат готов салат готов дамы и господа это был евгений садовский юра ерошек анна крилория и салат я даже не знаю как он называется да это и не важно приятного аппетита где вилка где вилка не важно а